Здравствуйте! Вы смотрите Финтаймс и Карбарен в студии Медина Гурбанова и в сегодняшнем выпуске мы поговорим об успехах, достигнутых в рамках КОП-29, новой финансовой цели по климату и других актуальных темах дня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с министром финансов России Антоном Силуановым и руководителем фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Российской Федерации Леонидом Слуцким. В ходе беседы было отмечено, что отношения между двумя странами успешно развиваются в различных областях, в том числе в экономической сфере. Подчеркнута важность данной встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества. Увеличение товара оборота, осуществление платежей в национальных валютах между Азербайджаном и Россией были оценены как хороший показатель укрепления связей. На фоне глобальных климатических вызовов Азербайджан укрепляет свою роль в международной экологической повестке. Страна активно внедряет проекты в области возобновляемой энергетики, а подход Баку к вопросам экологии получил высокую оценку на международной арене. Проведение КОП-29 в Баку стало важным признанием вклада Азербайджана в борьбу с изменением климата. КОП-29 в Баку. И признанием её активной роли в решении глобальных экологических проблем. Будучи важным участником энергетического рынка, страна активно развивает проекты в сфере возобновляемой энергии. Особенно значимым является строительство ветровых и солнечных электростанций, которые позволяют постепенно сокращать зависимость от ископаемого топлива. Главной целью Баку является то, что привлечь внимание этим проблемам, потому что проблем очень много, они разновидные, многочисленные. И здесь вытекающие из этого последствия тоже могут быть очень плачевными. И Азербайджан всеми силами старается перейти на зелёную энергетику, альтернативную энергетику. И здесь со своими партнерами из стран Ближнего Востока, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов привлекаются инвестиции. Между тем, в мировой зелёной повестке одной из главных проблем остаётся дисбаланс в распределении ответственности. Крупнейшие загрязнители, на долю которых приходится основной объём выбросов, часто ограничиваются декларациями, неподкреплёнными реальными действиями. В то же время страны с минимальной долей выбросов страдают от последствий климатических изменений, не имея достаточных ресурсов для адаптации к ним. Сегодня Азербайджан поднимает перед международной общественностью вопросы, которые часто игнорируются крупными государствами, и ставят перед мировым сообществом задачу перейти от пустых обещаний к конкретным шагам. К сожалению, большие транснациональные компании и даже страны, которые их опекают, они выступают ценой позиции. Для них проблемы в связи с изменением климата, для них повестки стоят на очень низком уровне. И здесь главное, что они продолжают свою политику, и для них не в приоритете финансирование в связи с изменением климата. И они не выделяют деньги, инвестиции, и именно выступают декларативными заявлениями. Как отмечают эксперты, мир пока не готов полностью отказаться от нефтегазовой отрасли. Так как альтернативные источники энергии, хотя и демонстрируют стремительное развитие, ещё не могут полностью удовлетворить глобальные потребности. Энергетический переход требует комплексного подхода, учитывающего экономические, социальные и технологические реалии. Господин президент Ильхам Алиев объявил Карабах и Восточный Зангизур для оккупированной территории зелёными территориями. И здесь используется альтернативная энергетика. И ещё очень важная эксплуатация ветряной энергии на участке Каспийского моря. И, как видно, у Азербайджана очень большие планы для перехода на альтернативную энергетику. И здесь очень хороший шанс для представления азербайджанских приоритетов, национальных идей в этой конференции для зрителей, для экспертов, для каких-либо других государств. Развитие экологической инфраструктуры, внедрение зелёных технологий и привлечение инвестиций в устойчивые проекты – ключевая часть долгосрочной стратегии Азербайджана. Страна настаивает на необходимости честного распределения обязательств среди стран. Только открытый диалог и ответственность всех заинтересованных сторон могут создать основу для устойчивого и справедливого будущего, где каждая страна, независимо от уровня загрязнения, сможет внести свой вклад в защиту планеты. Продолжим тему. На прямой связи с нашей студией Рамин Рзаев, профессор доктора технических наук, зав. лаборатории Института систем управления Миннауки Азербайджана. Здравствуйте, Рамин Мялим. Добрый день. Итак, хотелось бы отметить, что ответственность за новую финансовую цель лежит не только на Азербайджане. Страна является лишь одним из 200 членов ООН. От чего зависит достижение консенсуса по новой финансовой цели? Как я понимаю, речь идет о триллионах долларов и необходимо вовлечение всех возможных финансовых инструментов. Конечно, наш Бакинский саммит стал одним из ключевых саммитов в череде всех мероприятий, посвященных проблемам, связанных с изменением климата. Поэтому здесь, наряду с другими саммитами, я могу привести пример, допустим, Киотский протокол к соответствующей рамочной конвенции ООО. Далее, в 2015 году Парижская декларация Баку. Баку был декларирован, я бы сказал, поистине революционные действия по отношению для организации мероприятий, связанные с реальным улучшением климата в мире. Для этого, конечно, необходимы большие финансовые вложения. И надо понимать, что климатические изменения происходящие, они являются экзистенальными для всех. Как для островных, так и для континентальных государств, как для промышленно развитых стран, так и состалой экономиками. То есть это абсолютно не национальный вопрос. Это глобальный вопрос, который требует уже сейчас определенных решений. Без финансовых вложений Азербайджан первый, я бы сказал, поднял этот вопрос на более высокий масштаб. Вы сами отметили, что требуется триллионное вливание. Да, конечно, 21 век, в отличие от 20 века, который запомнился ядерными и космическими технологиями, 21 век, это век зеленых технологий, зеленой энергетики, перехода, плавного перехода на новые модели управления. Конечно, это требует достаточно больших финансовых вложений. И Азербайджан, как самодостаточное, достаточно независимое государство, предложило вот такой вот инструмент развития. Конечно, у каждого государства должна быть своя квота финансового влияния, финансового вложений. Поэтому здесь нельзя скупиться, потому что речь идет о будущих поколениях, о будущем состоянии нашей планеты. Как показывает существующая динамика, она не позитивная с точки зрения влияния климата. Так что поднятые вопросы в Баку на саммите по климату, они имеют достаточно большой горизонт планирования. И наш Бакинский саммит останется также, я думаю, благодаря высокой организации, благодаря острым вопросам, благодаря составу участников, благодаря всем очень хорошим, очень емким выступлениям лидеров на этом саммите. запомнится надолго и станет в череде таких же, как, скажем, Киотский протокол или Парижская декларация. Это будет один из ключевых саммитов в этом направлении, я считаю. Да, вот также многие экологи подчеркивают, что мир не способен сразу отказаться от нефтегазовой отрасли. Зеленая энергетика не способна на данный момент полностью ее заменить. Вот как обеспечить наиболее эффективный энергопереход? И какой пример в этой сфере может показать Азербайджан другим странам, которые только начинают путь к нулевым выбросам? Вы знаете, в этом плане я хочу напомнить выступление премьер-министра Российской Федерации Михаила Владимировича Микрустяна, который коротко затронул именно этот вопрос. Вопрос низкоэмиссионной генерации электроэнергии. Сейчас в России огромное внимание уделяется газовым и атомным генерациям. Собственно говоря, низкоэмиссионная, то есть энергосбережающая технология, она может быть являться одним из таким мостом между существующими подходами генерации к абсолютно зеленым технологиям. Понятно, что зеленая, имеется в виду ветряные, солнечная электроэнергия, она коэффициент выработки электроэнергии полезного действия. Достаточно низок по отношению к тем же самым углеводородам или газовым генерациям, ну и атомам в том числе. Поэтому здесь, конечно, на этом переходном плане потребует, вот то, что мы говорили в первой части, здесь потребуются колоссальные финансовые вложения и с точки зрения объединения представителей из разных научных сфер на государственном уровне для того, чтобы обеспечить технологический прорыв в том смысле, чтобы возобновляемые источники электроэнергии были более эффективными и в конечном итоге на каком-то этапе могли полностью заменить углеводородную модель экономики многих стран. Опять-таки, когда мы говорим о низкоэмиссионной генерации, мы имеем в виду не только саму энергетику как таковую, нужно подумать об оптимизации производства само по себе. Это тоже требует научного подхода, например, ставить во главу угла в качестве целевой функции минимальный выброс парниковых газов. Это достаточно такая наукоемкая сторона этого вопроса, где могут подключаться абсолютно все представители смертных специальностей. Я думаю, что переход к зеленой энергетике, он потребует достаточно длительный период, но в это надо сейчас уже вкладываться. Поэтому второй вопрос я считаю как естественным продолжением вашего первого вопроса. Вот в этом смысле. Большое вам спасибо, что подключались к нам. Мы надеемся, что инициативы в Баку будут рассмотрены и принесут свои результаты. На прямой связи с нашей студией был Рамин Рызаев, профессор, доктор технических наук, зав. лаборатория Института систем управления Миннауки Азербайджана. Спасибо, что подключались к нам. Азербайджан доказал всему миру, что является прекрасным организатором, который создал идеальную платформу для обсуждения проблем по изменению климата КОП-29. Главная повестка конференции – климатическое финансирование, ответственность за которое лежит не только на Азербайджане, но и на всех странах-членах ООН. Открылась вторая неделя международной конференции по климату КОП-29, которая проходит в Баку. Намечается принятие конкретных документов, которые связаны с изменением климата, с изучением этой проблемы, с решением вопросов, которые касаются климатических изменений и защиты окружающей среды. Как отмечают эксперты, в природе все взаимосвязано. Так, например, вырубка лесов в Амазонке сказывается на всем земном шаре. Кроме того, стоит вопрос об очищении океанов и морей, которые также критически загрязняются пластиком и отходами производства. Все это имеет очень большое значение для всей планеты и свидетельствует о важности конференции и рамочной конвенции ООН по изменению климата, которые проводятся ежегодно и находятся в центре внимания всего человечества. Самые высокие ожидания мира связаны с проходящей сейчас в Баку КОП-29. Мы всегда учитываем тот факт, что каждое государство, оно не находится где-то на другой планете. Планета у нас одна, и границы государственные никак не влияют на климатические изменения, поскольку это носит глобальный характер. Поэтому есть необходимость, конечно, принимать решительные, так сказать, общие усилия для предотвращения катастроф, которые могут произойти в той или иной части земного шара. На этой неделе в рамках КОП-29 начинаются встречи с представителями малых народов и островных государств, которые оказываются на пересечении многочисленных кризисных ситуаций, таких как отсутствие регулярного водоснабжения и продовольствия, повышение уровня океана, засухи. В связи с этим принятие мер по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды становится всё более неотложным делом. Особенно это касается странных государств, которые при дальнейшем повышении температуры могут просто оказаться под водами океана. И это очень тоже серьёзная проблема. Тем более, что эти атоллы маленькие, эти островки, они, в общем-то, имеют не очень большую высоту над уровнем океана. И это тоже очень важный момент. На полях КОП-29 особо подчёркивается важность немедленных действий, на которые нужно финансирование. Как отмечают эксперты, в решении глобальных климатических проблем обязательно участие всех стран. Все члены ООН должны естественным образом вносить свою лепту в то, чтобы действительно принять меры для предотвращения тех катастроф, которые могут произойти в будущем. Человечество должно думать не только о себе, о собственном комфорте, но и о интересах будущих поколений. Гюля Данималиева, CBC. Азербайджанно-Казахстанский инвестиционный фонд, вероятно, будет отдавать предпочтение финансированию зелёных проектов. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Нурлан Байбазаров с журналистом в Баку. По его словам, проект создания коридора зелёной энергии, который свяжет Азербайджан и Казахстан, находится на начальной стадии. Байбазаров отметил, что стороны рассматривают совместные проекты в сфере зелёной энергетики и по развитию транзитных транспортных каналов, в том числе через Каспийское море. У нас есть понятное сотрудничество в нефтегазовой сфере. Там тоже внедряются технологии, которые направлены на снижение вредного воздействия добычи нефти и в целом производства нефтепродуктов. Кроме того, мы создали совместный инвестиционный фонд с Азербайджаном и там, я думаю, будут именно приоритеты отдаваться именно зелёным инфраструктурным проектам. Вице-премьер Казахстана также подчеркнул, что было подписано соглашение, касающееся сохранения лесов. Проект предусматривает участие одной из международных организаций в реализации проекта по высадке Саксаула на дне Аральского моря. Это вот вид, знаете, порода, которая климатически устойчивая порода деревьев, которая может расти именно в такой местности. Я думаю, здесь есть большая перспектива реализации проекта, которые именно, с одной стороны, направлены на защиту, сохранение климата, но, с другой стороны, наращивание финансо-экономического сотрудничества между нашими братскими странами. Европейский совет и Европарламент достигли соглашения по Альянсу на 2025 год. Содержание документов в основном сосредоточено на основных политических приоритетах Евросоюза. Бюджет учитывает нынешний сложный геополитический контекст, говорится в сообщении Альянса. Общие обязательства установлены в размере более 193 миллиардов евро. При этом доходы бюджета превышают 149,5 миллиарда евро. Без учета ассигнований, предусмотренных для специальных инструментов за пределами многолетнего финансового плана. Более 800 миллионов удалось сэкономить в текущем году в рамках многолетней финансовой структуры на 2021-2027 годы. Это позволяет Евросоюзу реагировать на непредвиденные потребности, отмечает в сообщении Совета ЕС. После интенсивных обсуждений мы смогли достичь соглашения с Европарламентом по бюджету Европейского Союза на 2025 год. Соглашение далось нелегко, как и всегда. Оно требовало значительной гибкости с обеих сторон. Думаю, что достигнутый компромисс служит не только интересам институтов, но, что важнее, интересам европейских граждан. Полагаю, что мы нашли решение важных проблем, очень важных задач, с которыми мы сталкиваемся. Мы сможем обеспечить финансирование программ, которые повышают конкурентоспособность Союза. Мы сможем найти решение в ответ на ужасные наводнения в Центральной и Восточной Европе и в Испании. И в то же время мы будем следовать принципу бюджетной осмотрительности. В преддверии 19-го саммита группы 20 в Рио-де-Жанейро роль Китая в продвижении сотрудничества Юг-Юг и укреплении многосторонности привлекает внимание международных экспертов и ученых. По мнению экспертов, участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите подчеркивает важность стратегического партнерства между странами. Китай продолжает укреплять свои позиции как ведущая сила в глобальном экономическом и социальном развитии. Лукас Падилия, президент Оргкомитета G20 в Рио-де-Жанейро отмечает, что Китай и Бразилия имеют высококачественные отношения и привержены совместным усилиям по поддержке стран глобального юга. «Наше отношение с Китаем – это отношение высокого качества. Это не только отношение торговли, товаров, но и индустриализации, инвестиций и общего будущего. И цель Китая – укрепление многосторонних организаций, что также исторически было духом политики Бразилии. Обе страны – это страны глобального юга, которые могут осуществлять сотрудничество Юг-Юг, которые знают, как это делать и имеют на это полномочия». Эксперты подчеркивают растущее влияние Китая на мировой арене, особенно в аспектах борьбы с бедностью и построении устойчивой экономики. По их мнению, уникальный опыт Китая в сокращении бедности заслуживает пристального изучения и адаптации странами глобального юга. «Китай играет ключевую роль в многосторонних организациях, особенно в Большой двадцатке, где его роль становится всё более важной. Его образ лидера в формировании повестки дня также становится всё более заметным». «Саммит G20 в Рио-де-Жанейро предоставит возможность обсудить ключевые вопросы, такие как финансовая устойчивость, защита окружающей среды и сокращение социального неравенства. Присутствие председателя КНР Си Цзиньпина и акцент на сотрудничество Юг-Юг могут стать важным фактором для решения этих задач». «Китай играет важную роль в усилении глобального многостороннего сотрудничества, что способствует развитию стран глобального юга. Кроме этого, Китай накопил ценный опыт в борьбе с бедностью. Эти аспекты стоит обсудить на саммите и извлечь уроки для других стран». «Сейчас критический момент для того, чтобы данная платформа стала более инклюзивной, и мы могли каким-то образом обсуждать вопросы образования, финансов, защиты окружающей среды и тому подобные вещи. В принципе, весь глобальный юг, особенно Бразилия, сейчас очень надеются на Китай, чтобы он стал инициатором, продвинулся к многосторонней организации, более решительной, и, я бы сказал, в конце концов, более инклюзивной для стран глобального юга». Как отмечают эксперты, Китай играет жизненно важную роль в формировании повестки дня стран глобального юга, и его усилия по укреплению многосторонности находят отклик среди партнёров. Предстоящий саммит в Рио-де-Жанейро станет не только платформой для обсуждения текущих вызовов, но и возможностью для укрепления глобального партнёрства, где Китай занимает центральное место, заключают эксперты. Нармина Хамбабаева, CBC. Теперь о ситуации на мировых рынках. Цены на нефть слабо повышаются, восстанавливаясь после падения по итогам прошлой недели. Международное энергетическое агентство спрогнозировало профицит. Предложение нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в следующем году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах УПЭК+. Также давление на нефть оказало укрепление курса доллара США после 100 данных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок. Таким образом, стоимость январских фьючерсов на марку Brent составила 71,20 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI поднялись до 67,09 доллара. Что же касается азербайджанской нефти, то ее стоимость сегодня составляет 74,29 доллара. Рассмотрим цены на драгоценные металлы. Стоимость золота перешла к росту после долгой негативной тенденции, которая наблюдалась на фоне укрепления доллара. Сегодня стоимость золота составляет 2590,70 доллара. Серебро также поднялось в цене, продавалось по 30,73 доллара за тройскую аунцию. Стоимость платины на сегодня превышает 959,5 долларов. Из завершения об американских фондовых рынках, которые упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные новости компании. Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. В результате индекс Dow Jones опустился на 0,7%, значение S&P 500 потеряло 1,32%, а Nasdaq опустился на 2,24%. Это были самые актуальные новости экономики к этому часу. До встречи в следующих эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok